Добрый день, друзья! Для запуска котельной потребовался дымоход. Для покупки дымохода был проведен тендер в городе Санкт-Петербурге. В 10 фирм был выслан такой эскиз дымохода с просьбой представить коммерческое предложение. Откликнулось 7 фирм. Прислали предложение 4 фирмы. После переговоров с каждой фирмой по телефону в тендере победила ООО «Дымоходы.ру». Это единственная фирма, которая не стала лукавить, указала на неточности в эскизе и предложила изменить конструкцию в сторону улучшения свойств изделия и сохраняя при этом приемлемую цену. Секрет мастера рекомендует в Санкт-Петербурге и Северо-Западе обращаться за приобретением дымохода в ООО «Дымоходы.ру». Ссылка и телефоны фирмы в описании к видео. Рассмотрим основные части дымохода. Прежде всего, с котлом пришел вот такой вот патрубок. Это Т-образный патрубок с конденсат отводчиком и выходом дымовой трубы. Диаметр его 120. К сожалению, по расчетам дальше надо переходить на 150-ю трубу по условиям конструирования дымохода согласно рекомендациям производителя котла. Для этого был сделан вот такой вот поворот 120-й, заказная позиция. Переход со 120 на 150, заказная позиция. Кусок трубы полметра диаметром 150, без сэндвича. Переход на сэндвич. Вот так он выглядит. Сэндвич для прохода сквозь стену. Вот этот вот сложный узел, он тоже делался заказной. Это тройник. Следует сказать, что тройник самая дорогая часть трубы, но она состоит из трех частей. Это сам конденсат-отводчик. Переходник. Не будем его вытаскивать, пусть стоит. И сам тройник. И дальше идет, собственно говоря, сама труба из четырех секций. Для пожарной безопасности заказаны были две накладки. Не короб, а две накладки. В моем случае это удобно, потому что тут основное тепло будет идти через сэндвич. Труба заканчивается вот таким вот дефлектором. Ввиду особенностей конструкции, сверху будет установлен вот такой хомут, к которому будут крепиться три оттяжки. Труба крепится к стене при помощи двух кронштейнов. Вот один кронштейн в пленке и вот второй кронштейн. Переход нагрузки на кронштейн с трубы будет осуществляться при помощи вот такого вот хомута. После получения дымохода была проведена примерка и сформирован в стене проем для вывода трубы. На шпильке М8 был установлен первый кронштейн держателя дымохода. Нижний кронштейн установлен по месту, а верхний штатно по эскизу. Повторюсь, так как дымоход будет устанавливаться всего одним человеком, то работа разделена на несколько этапов. Тут следует продумать всю последовательность проведения работ, чтобы при сборе дымохода не потребовалось двигать котел, либо как-то изменять внутренние части дымохода. Был собран такой узел. Это часть трубы метровая, проходной элемент сэндвич через стену и тройник. Соединим тройник с переходным элементом в стене. Это сэндвич труба длиной 50 см. Наносим герметик. Герметик для печей наносился на все внутренние соединения. Соединение фиксируем при помощи самореза. По установленному кронштейну произведен замер и смонтирован вот такой вот хомут. Хомут будет опираться на кронштейн. Хомут стянут при помощи вот такого винта. К сожалению, винтов уже нету и приходится пользоваться остатками шпилек от стройки. При установке этого элемента обязательно надо установить внешнюю накладку. Потом ее установить будет невозможно. Сэндвич труба вышла в помещение котельной. Устанавливаем внутреннюю накладку. Устанавливаем переходник для перехода на одинарную трубу. Примеряем соединительную трубу. Укорачиваем трубу болгаркой и устанавливаем на место. Внутренний дымоход зафиксирован хомутами. Трубу в проеме дополнительно зафиксировал монтажной лентой. Для установки остальных трех секций были собраны леса. Установлена вторая секция. Смонтирована третья секция. Собрана четвертая секция. Установлен дефлектор. Дефлектор зажат хомутом с ушами для оттяжек. И как все соединения дополнительно скреплен саморезами. Устанавливать четвертую секцию было стрёмно и страшно. Оттяжки дымохода закреплены на рым болты. Установленные в кровли и один на земле. Короб утеплен минеральной ватой и закрыт накладкой. Снимать защитную пленку с дымохода и накладок в этом году не планируется. В заключении на трубу установлен конденсат отводчик. Есть вопросы? Задавай. Есть уточнения? Сообщи. Смотрите другие видео канала Секрет Мастера. Ставьте лайки, комментируйте, делайте репосты видео. Так вы поддержите канал Секрет Мастера. Спасибо за внимание.